Всем привет! Меня зовут Маша. И сегодняшний свой влог я начинаю с таких замечательных цветов. Мне их подарил муж. Наконец-то он приехал из командировки. Правда, он скоро снова уезжает, ненадолго приехал. И вот теперь у меня стоит такой кусочек лета. Очень меня радует. Действительно солнечные такие цветы. Это хризантема, они практически не пахнут. Ну, такой свежий аромат только имеет. Вот так стоят меня и радуют. И я сейчас завтракаю. У меня на завтрак, как обычно, такие мюсли запеченные с орехом, йогурт активия и чаек. И, возможно, съем еще такой казинак. Очень люблю казинаки. Также только что помыл свои кисточки. Вот, разложила. Они у меня сохнут. Честно говоря, я кисточки мою не после каждого макияжа. Хотя нужно это делать после каждого применения. Но я где-то это раз в неделю делаю. Но вот такие кисточки для тональной основы, например, такую или какие-нибудь спонжики, я стараюсь после каждого применения мыть. В принципе, тональным кремом я пользуюсь не при каждом своем макияже. Поэтому так и получается, что где-то раз в неделю это и выходит. Так что вот так они у меня сейчас сушатся. И также хочу показать вам некоторые свои покупки вещей, которые я на днях совершила. Не хочу делать об этом отдельное видео, хотя у других девочек очень люблю смотреть подобные покупки вещей с примерками. Очень интересно. Но я как-то еще не созрела для такого видео, поэтому покажу вам во влоге, если будет интересно. Итак, первое, что я купила, это был такой плащ, такого кораллово-персикового оттенка, достаточно яркого. Просто камера еще съедает цвета. Он такой вот хлопковый. Вообще у меня есть подобного качества плащ из магазина ZOLO, такого ярко-желтого цвета. Но он ниже колена. А этот вот такой вот коротенький. Он с поясочком. Цвет просто вообще очень потрясающий. И думаю, с удовольствием будет носить и весной, ну и осенью тоже. И, кстати, да, если не сказал, я купила его в магазине Collins. Довольно своей покупкой. Далее я купила в этом же магазине, в Collins, вот такую вот кофточку. Я извиняюсь, у меня немножечко все мятое. Я многие вещи еще вообще не носила. Но вот эту кофточку я уже одевала. Это вот такой вот бордовый кардиганчик. Здесь внизу резиночка. На рукавах также. Ну, просто такая кофта на пуговицах. Люблю носить подобные с рубашками, с водолазками. Смотрится достаточно красиво, тепло и удобно. И цвет такой, в общем-то, тоже приятный. И также в магазине Collins купила вот такую вот кофту ярко-розового цвета. Здесь тоже внизу резиночка. Она очень приятна, хорошего качества. И здесь такой V-образный вырез. Ну, ее хорошо носить с джинсами. Такая кофточка. И также в магазине Zola купила вот такую вот юбку. Извиняюсь, она мне прям вообще очень мятая. Я ее один раз уже одевала. И она тоже очень хорошего качества. Немножечко ниже колена. У меня вообще очень мало таких вот классических юбок. Поэтому решила прикупить. Она всегда нужна в гардеробе. Ну, и также вот такая вот болерожка. Это из магазина Ostin. Еще ни разу не одевала. Эта вещь замечательно подойдет под какие-то вечерние платья с короткими рукавами или на лямочках. У нее рукав 3 четверти. Здесь такая вот прострочка из пайеток. Они очень красиво переливаются. И также вот такие вот ленточки. Можно завязать на бантик. Будет очень красиво и нарядно смотреться. Вот такие вот покупки. А на обед у нас сегодня уха. Вот в первый раз варила уху, кстати говоря, из форели. А на второй у нас тефтельки с пюре. Девочки, только что сняла для вас видео о покупках. И у нас дома очень холодно. Я вот хожу в таком теплом костюмчике у меня тут. И в теплом халате. Согреваюсь обогревателем, горячим чаем. На улице минус 30. И несмотря на то, что очень солнечно. Но хотя бы это радует. Потому что от солнца все-таки настроение так повышается. И день более светлый такой становится. Это, кстати, у меня гремят. У меня на карнизе на кухне висят ангелочки. И когда мы открываем окошко, например, летом. И ветерок вот этого двигает наши шторки. И ангелочки тоже вот так вот звенят. Вот. Еще хотела вам показать. У нас растет вот такой вот чиполлина на подоконнике. Вот. Чисто случайно увидели, что у нас лук начал прорастать. И решили его посадить. Мне это очень напоминает детство. Потому что мама раньше тоже выращивала вот так вот лук на подоконниках. Причем несколько таких баночек было. Мы его уже использовали. Как видите, вот здесь вот отрезано. В салат его добавляли. Он жутко злой. От него прям слезы льются. Вот такой у нас чиполлина. А вы выращиваете лук на подоконнике? Сегодня еще решила сделать пиццу. Так вот она выглядит. Сейчас буду ставить в духовку. И вот наша пицца готова. Сейчас она немножечко остынет. И будем ее кушать. Девчонки, смотрите, какие нам попались шоколадные монетки. Вот в таком вот прянике. Это мой муж покупал своим друзьям. Но ему не довелось им подарить. Поэтому мы решили его открыть. И здесь, оказывается, еще были вот такие шоколадные монеты. Очень круто выглядит. Прям натурально так. Как будто настоящие золотые монетки. Так вот. Очень круто. Девочки, сделала себе желатиновую маску. Ну, я думаю, вы слышали о ней. На ютюбе много всяких видео. О желатиновой маске или желатиновом шампуне. Поэтому тоже вот решила себе такую сделать, попробовать. Говорят, эффект ламинирования. Ну, посмотрим. Единственное, что я добавляла все, как говорят девчонки в рецептах. То есть, 1 столовая ложка желатина, 3 столовая ложки воды. У меня вся эта смесь застыла. Поэтому мне пришлось добавить где-то еще 5 столовых ложек. Чтобы вот она стала такой консистенцией. Ну, и добавила туда бальзам. Вот у меня желатин. Ну, и бальзам я использовала вот этот вот, козье молоко. Вот этот. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Сейчас я уже помыла голову. И на влажные волосы буду наносить. Где-то минуточек на 40-45. Итак, девочки, сделала я эту маску. И вот так выглядит результат. Я не скажу, что я в особом восторге, как многие девочки на ютюбе, от этой маски. В принципе, волосы, да, блестящие, они более гладкие, кончики такие вот прям живые, здоровые. Но я все надеялась, что будет действительно такой эффект ламинирования. И моя вот эта вот ломкость, да, то есть у меня вот по всей длине есть такая пушистость, маленькие волосики, которые вот так вот торчат. Я надеялась, что они запечатаются и будут лежать таким одним полотном. Но этого не достиглось, поэтому, в общем-то, я не очень довольна этой маской. Думаю, что делать ее больше не буду. Просто хотела попробовать из-за любопытства и поняла, что не совсем это мое. Мне кажется, что эта маска подойдет девушкам, у которых действительно поврежденные волосы, ломкие, сухие, в общем, убитые, да. Мне кажется, вот тогда будет действительно видимый какой-то эффект. А у меня это вносили к тому, что я помою волосы своим обычным шампунем и воспользуюсь своим привычным бальзамом, и все то же самое будет. Еще не нашла я такую свою идеальную маску. Но вот единственное, если из покупных, то это вот, наверное, чистая линия с крапивой. А в остальном, как-то, не знаю, вот эти самодельные домашние маски как-то меня пока что не впечатляют. Вот такое было видео. Я надеюсь, вам было интересно. Большое вам спасибо за просмотр и всем пока!